Магера Максим Александр Вы сегодня находились под офисом 7 канала Расскажите, почему вы пришли под офис 7 канала И как отреагировали на вчерашнюю ситуацию Мы были негласно непосредственными участниками вчерашней ситуации Поэтому мы сегодня оказались под офисом Расскажите о том, как вы в ней участвовали Мы ехали по улице Мечникова в сторону центра И услышали выстрелы Товарищ оборачивает голову Говорит, там стреляют Ну, там немножко более фразы эмоциональные были, конечно Ну, я вас понимаю Тут сразу этот самый Бежит человек с профессиональной камерой через дорогу со сквера Первая мысль Первая мысль, что какие-то съемки Не знаю, какой-то голливудский фильм Или какая-то заказуха Какая-то провокация Я ныряю через рельсы, получается Прыгаю там с днищем еще немного Я смотрю, три человека садятся в машину У одного из них было ружье в руках И на педали Ну, мы, собственно, приняли решение ехать за ними Потому что не было времени разбираться, кто стрелял зачем и почему И по ком Надо было преследовать нападавших Сразу же товарищ начал звонить 102 Сразу же ориентировку им давать Ну, полиция, конечно, которая принимает звонки Ну, мягко говоря, не дорабатывает Они вместо того, чтобы уточнять, куда мы едем И другие детали Они начали спрашивать, как зовут вас А чуть ли там нигде вы живете, работаете и так далее и тому подобное Ну, вот вы приняли очень важное решение Вы поехали за человеком, который нападал на наших журналистов-операторов Да, вы даже не размыслили Мы не знали, что он на кого нападал Ну, просто увидели оружие, да? Я понял, в чем ваш вопрос Дело в том, что нам не привыкать Мы много лет подобной ерундой занимаемся Где-то что-то видим, где-то что-то знаем Значит, нужно как-то помогать Ну, то есть нет такого равнодушия, да? Что там уехать, скрыться Нет, нет, такой мысли даже не возникало Ну, там есть видео, я выложил ночью уже, смонтировал с видеорегистратора Как это все принималось Там не было времени думать Ну, вот по итогу удалось вам догнать эту машину, не догнать? Куда она ехала, в каком направлении? У нас гражданам обычным запрещено носить оружие, да? Даже с разрешением, с официальным Вот, и этим пользуется большинство преступников Которые понимают, что если у них есть оружие То им в основном никто не сможет ответить, да? Как бы приближаться к этой машине Учитывая, что они только что стреляли в людей Насколько они злые, не злые, агрессивные Что было за ситуация, как они применяли это оружие и почему, мы не знали Как бы получить с того же ружья, да, что там было за ружье, тоже понятия не имеем По себе, по своей машине, как бы тоже особо не хотелось Поэтому мы вели их довольно-таки, ну, пытались расстояние держать И поэтому, собственно, они на Пироговской свернули на канатную А мы не смогли вклиниться вовремя в поток И, собственно, потом потеряли, куда они уехали А я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире Вы можете звонить нам, номер студии 726-33-26 Ну, наверное, потом мы все-таки узнали, что произошло, да? Ну, потом мы ездили немножко окрестностей Посмотрели еще эту машину, может, где-то бросили ее И вернулись на место Когда вернулись на место, я понял, что и мою машину объявили Почти объявили в ориентировку Они не могли по камерам стоп-кадр номера сделать Потому что я сильно быстро за ними рванул Вот, они думали, что моя машина – это прикрытие Соучастник, да? И милиционер, который смотрел по камерам видео Ему говорят, а вон машина стоит под окнами уже Вы каким-то образом связывались с координаторами 7-го канала Или с 7-м каналом? Обсуждали эту ситуацию? Сразу же после происшествия Да, да, да Мы сразу же включили, сразу же все данные передали Ситуация была понятна, что, собственно, мы для чего вернулись Ну вот, отходим от того, что это операторы и журналисты И, как бы, это наше везение, что у нас есть возможность так широко освещать эту ситуацию Представьте себе, что это просто обычные люди Насколько вообще это нормально? Вот я задаю этот вопрос всем И хочу услышать от каждого, кто живет в этом городе Насколько нормально, что в середине дня в центре города стреляют? Ненормально, безусловно, ненормально Как с этим бороться? Есть прекрасная поговорка, очень древняя Бог создал людей равными, а кольт уравнял их в права Древняя? Ты перегнул, но тем не менее Поэтому пока у нас в Верховных Радах и в Верхах сидят люди, которые боятся своего же народа И поэтому не разрешают им ношение оружия У нас будут, учитывая еще и ситуацию в стране Войну на Востоке, куча нелегального оружия У нас могут быть такие ситуации Это ненормально Но пока люди будут уверованы в своей безнаказанности Что если у них ружье, то ни у кого другого встречного поперечного нет О том, что он готов Готов кого-то убить, конечно Готов кого-то убить или даже не убить, а ранить Учитывая войну, только в порог переступили многие Вынуждены То, ну, все Мне кажется, мы вынуждены уже будем легализовывать Так как это были журналисты Я сам являюсь вместе с коллегой журналистами В принципе, у журналистов есть право приобретать травматическое оружие Но все равно это не масло У нас есть звонок Виктор Иванович, вы в прямом эфире Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Я хотел сказать, что недавно минут пять выступала какая-то женщина И говорила, что вы какой-то устроили, типа, спектакль Или какую-то оперу Я бы предложил ей, этой женщине Я как участник АТО Ну, туда, наверное, передок не поедет А хотя бы съездила в наш госпиталь И посмотрела на этих рядных ребят Которые лежат сейчас в нашем госпитале И по других госпиталях, не только в Украине, а и за рубежом И она бы сказала, что только если человек берет в руку винтовку И нацелит его на другого человека Это уже потенциальный бандит И таких надо людей сажать в тюрьму Изолировать от общества Поэтому я так предусматриваю, что это след нашего мэра Так называемого Труханова Потому что братушки у него таких много Он натренировал за этих 20 лет в своем клубе А вы знаете, делать выводы раньше времени мы не будем Поэтому пока что нет официальной версии Поэтому как бы обвинять мэра или еще кого-то Делать выводы раньше времени мы не будем Нет, я не сказал бы, я сказал, что след может быть Ну, вы знаете, к сожалению, официальной версии у нас пока нет Виктор Иванович, спасибо вам большое, что позвонили Это очень важно для нас Очень важно, что вы отреагировали и на предыдущий звонок Потому что для нас это тоже своеобразный вызов Потому что наши съемочные группы уже второй день без сна и отдыха Работают, чтобы освещать это событие Чтобы это событие никогда опять не повторилось Спасибо вам большое, Виктор Иванович Ну и, собственно, возвращаемся к нашей теме Вот в своей жизни вы насколько часто сталкивались с такими ситуациями? Вот вы хоть человек, выстрелил, спрятался, уехал Второй день не могут найти Ну, с такими там, наверное, не сталкивались конкретно, да? Не, ну, стреляли по тебе по машине Не, ну, по машине мы это стреляли, да Это в Одессе было? Это в Одессе было, это в 2013 году, да Вот, я знаю, кто стрелял, что, ну, как бы Мотив, да, ну, милиция наша Ну, вот вы видите, мы мотива не знаем То есть напали на нашу съемочную группу, мы не знаем почему Вот, насколько это нормально, что вот в нашем городе такое происходит? Пока у нас милиция будет спокойно смотреть Закрывая глаза на шабаши на Куликовом поле, Сепарский, да Пока у нас будут работать бандиты в верхах, как в органах МВД, так и в других структурах Ну, это будет происходить Ребят, спасибо вам большое за то, что вы были неравнодушными Потому что, вы знаете, не всем хватит смелости все-таки преследовать машину Преступника, злоумышленника Ну, это большой поступок Спасибо вам большое Я же говорю, да, этот самый Если бы у нас было чем им ответить, да Его-то можно было к бордюрчику прижать Вот, но прижать его к бордюрчику и сказать пацаны привет, а не нам помпу в живот, да Ну, тем не менее, спасибо вам большое Потому что вот то, что делает каждый из вас, это очень важно Спасибо вам большое Спасибо Спасибо